24-25 год, когда происходит ослабление Запада и происходит перенос основного внимания на Юго-Восточную Азию к Китаю, вот этот весь период до этого момента, это будет противостояние. А для Турции ситуация тоже очень близка к катастрофе. Уходит Эрдоган и страна начинает шататься, она начинает раскалываться. Он ее хоть как-то удерживает. Любая сейчас пересменка во власти, это вопрос, что будет дальше. Мы можем говорить и творить все, что хотим, а вы обязаны нам платить денег. Мы же совесть нации. А если вы не будете нам платить денег, мы тогда будем вас ругать не аккуратно, а по максимуму. Мы можем взять и просуммировать экономики всех ведущих стран, и мы получим экономику, которая на порядок. Даже в полторную, раз в 15, наверное, даже, не в 10, даже вовсе порядок, превышает экономику России. Но прошло полтора года, и они ничего не могут сделать с Россией. Андрей Юрьевич, рад приветствовать вас. День добрый. Очень много разговоров на протяжении всего ее существования о зерновой сделке. Как только она, собственно, случилась, все задавались вопросом, а что это и зачем, и кому это выгодно. Все время, пока она действовала, вопросы были те же. Причем и обвинение массы прозвучало в адрес, скажем так, контрагентов этой сделки. И когда она, собственно, ушла в историю, как выразился один из политиков, вопросы остались. А что это было и зачем это было нужно, собственно? Да, вопрос очень интересный, но, как правило, в таких случаях мы не знаем, не то что всех элементов, мы не знаем большую часть. То есть мы видим только внешнюю картинку, плюс просто в рамках стереотипов мы пытаемся рассуждать в рамках узкого поля, о котором всем идет речь. То есть сама коннотация сделки в русском языке, она довольно негативна. То есть это вариант неких подковеров договоренностей. И мы их пытаемся найти на уровне внешнем, не понимая, что фактически эта сделка, это было поле, причем периодически обновляемой договоренности, и что лежало с двух сторон, мы не видим. Мы видим с одной стороны, что лежало, а с другой стороны нет. Как только сделка была заключена, там был интересный момент, что фактически тут же попытки к сухопутной блокаде Калининграда были убраны. То есть по сути, там в течение одного дня исчезли все претензии со стороны Литвы. То есть там были разговоры, что да, это нехорошо, но Литва, вопреки всему, продолжала свою политику. А здесь раз и исчез. И мы понимаем, что тогда это, скорее всего, вот именно вопрос Калининградской области, он на повестке дня стоял. И была, судя по всему, договоренность, что мы меняем Калининград, доступ к нему сухопутный, не морской, то есть морской блокады, это объявление войны, то есть ее бы не было. Но все равно очень многие потоки шли сухопутные на то, что появляется зерновая сделка. Является ли эта сделка бессрочной? Нет, конечно. Судя по всему, как он... Уже, собственно, понятно, что нет, да. Да, то есть что-то доложили. Для Индии одна из сторон говорит, вот это мы уже отыграли, давайте в рамках вот этого формата, поскольку не так много форматов, где Россия и Запад могут о чем-то договариваться. Давайте в рамках этого формата что-то доложим. Вот положите еще что-то. И что-то происходило. И мы можем сейчас пытаться гадать, что было каждый раз. Плюс тут нужно понимать, что в какой-то момент сделка от Европы-Россия перешла к конфигурации Турция-Россия, то есть Эрдоган даже России. Поскольку последним продлением мы фактически позволили Эрдогану выиграть. То есть мы дали ему некие финансовые возможности, возможности поиграться с ценами на зерно, поскольку вот сейчас уже высоко выбора выиграны, у него начинаются большие проблемы. Произошло повышение тарифов, повышение налогов, происходит увеличение цен на продукты, непосредственно питание, которое как раз его аудитория. То есть очень серьезные удары. Экономика даже без землетрясения, 80% инфляции, очень большой дефицит платежного баланса и много еще чего. Плюс сверхавантюрная внешняя политика, которая съедала ресурс и ничего толком не приносила, это громадная дыра. За счет внешней экспансии, за счет внешней имперской политики Эрдоган удерживал внутреннее противостояние. А внутри у него, во-первых, четыре разных вида о будущем Турции. Это Османская империя, империя, где и греки, и армяне были прелегированными народами, входившими частью в элиту. Это исламский халифат полностью над исламскими народами. Это, соответственно, Тюркский Гаганат и Кемалийская Турция. Это абсолютно разные проекты. Добавим к этому, что в самой Турции они не дают корректную статистику. Реально тюрок, турок, в турецком языке тюрок и турок – это одно и то же слово. Гунда, кипчака, гунских народов всего 40%. Остальные курды, крымские татары, черкесы, криптогреки, криптоармяне, арабы и целое карманное количество других, то есть в случае исчезновения, чуть больше расслабления, начинают все разносить по сторонам. И Турции очень большие проблемы. И мы фактически поддержали, чтобы в Турции пришел протурецкий президент. Не прозападный, а протурецкий. А дальше стал вопрос, а что дальше? Положите что-то на этот... Здесь такой важный, как мне кажется, нюанс, который многие забывают, когда говорят о Бардагане. Вы правильно сказали, протурецкий, но это не значит, что он стал пророссийским. Он не мог стать пророссийским. И у России нет шанса добиться, чтобы в Турции появился пророссийский президент. У нас вариант или прозападный, или протурецкий. То же самое, когда, например, начинают рассуждать о Венгрии Орбана. Орбан не пророссийский, он провенгерский. У нас нет претензий и желания. Мы не пытаемся сейчас навязывать окрестным странам пророссийских президентов, пророссийских президентов. Нет, ребята, пусть они будут национально ориентированы, и это уже будет большой плюс для нас. Пусть они исходят из своих личных интересов, потому что личный их интерес за то, чтобы было спокойно, за то, чтобы с Россией дружить. А не за то, чтобы идти по команде из Атлантики. Или из Лондона, то есть там, Лондон, чтобы англосаксы навязывают свою политику. Нет, друзья, давайте вы будете смотреть из своих коренных. Потому что ваши коренные интересы во многом, в минимум, к нормальным отношениям с Россией. Вот от этого мы и идем, и смотрим. А сейчас просто нечего было положить на стол. И произошла вот эта вот истерика, этот базарный подход. Ну как вот у нас долгое время богема исходила из такой логики. Мы можем говорить и творить все, что хотим, а вы обязаны нам платить денег. Мы же совесть нации. А если вы не будете нам платить денег, мы тогда будем вас ругать не аккуратно, а по максимуму. Ну из такой элемент шантажа. Вот Эрдоган решил точно так не пошантажировать. Он начал угрозу. Он был проигнорирован. И в итоге ему пришлось идти на попятны, и пришлось подстраиваться под Запад, и делать вид, что сожженный Коран в Швеции – это нормально. То есть он в глазах исламского мира очень сильно потерял. Поскольку он фактически согласился на принятие в НАТО Турции, несмотря на все, что там творится. То, что там абсолютно законно происходит сжигание Корана, надругательство над ними. То есть для мусульман это не то, что потеря лица, это очень серьезная потеря лица. То есть для исламского мира. Но Эрдоган был вынужден пойти на такое унижение. Потому что он перестал быть хозяином. У него встал вопрос, а где деньги брать, а как это брать. А больше не дают. В прошлое обрушение проблемы помогли арабам. Мы не знаем, что, собственно говоря, он за это пообещал, от чего он отказался. Поскольку курс у таких сделок права очень не выгоден. Когда тебе срочно нужно, и тебе помогают деньгами, то власть, влияние, какие-то элементы поддержки, ты за это отдаешь. Вот тогда ему арабские монархи помогли. Сейчас нет. Сейчас ему пришлось идти к США и договариваться. Тем самым с Соединенным Штатом, который ставили на его противника, который помогали, чтобы его не стало. И который четко и откровенно, не стесняясь, говорит, что Эрдоган им там не нужен. Ну, то есть зерновой сделкой таким образом Россия, в общем-то, поддерживала Эрдогана. Последние два продления, да. То есть фактически мы делали все, чтобы не пришел откровенно прозападный. Поскольку Эрдоган сейчас вынужден метаться, пытаться между капельками дождя проскочить. Четко понимая, что он не может стать прозападным, его тут же скинут. Он слишком неуправляемый, он слишком сложный. Плюс у него внутренние проблемы напряжения. Плюс в любой момент он может усилиться. То есть он в очень тяжелой непонятной ситуации. Как выбираться ему, это сразу и не скажешь. Но ситуация, а для Турции ситуация, это уже очень близка к катастрофе. Уходит Эрдоган, и страну начинает шататься, она начинает оскалываться. Он ее хоть как-то удерживает. Любая сейчас пересменка во власти, это вопрос, что будет дальше. А вот эта неопределенность, насколько она выгодна нам, думаю, нет. У нас альтернативы нет. У нас нет выбора между хорошим и плохим. У нас выбор между плохим и очень плохим. Но вот мы выбираем вариант просто плохо. То есть тут другой вариант будет только хуже. Поэтому получается как есть. Вообще вот то, как происходило обслуживание, что ли, этой сделки, хотя слово, да, оно такое в русском языке носит не совсем красивый оттенок, ну, так у нас принято. Вот то, как это происходило, очень похоже на то, как, собственно, в принципе, Российская Федерация ведет боевые действия на территорию Украины. То есть, ну, вот, по-моему, то ли у вас или у кого-то еще, я прочитал такой термин, опосредованная война. То бишь, да, вот многие критикуют и Министерство обороны, да и руководство России в целом, что, ну, когда уже Россия снимет лайковые перчатки и начнет на самом деле воевать? Когда уже там заработает российская военная машина в полную мощь? Но она не хочет так делать. Да, мы смотрим именно чисто на военную составляющую. Можно много чего наподобить. Это все равно, что по зерновой сделке. Мы смотрим, мы видим, что с той стороны дано, но мы не понимаем, что с этой стороны. Нам никто не объясняет, что Россия получила. Ну, потому что есть вещи, которые требуют тишины, которые не нужно следить. Здесь еще интереснее. У нас идет война с Западом. Война за независимость. Как в свое время североамериканские колонии боролись за независимость от Британии, вот подобным образом, как в свое время разные страны боролись за независимость от колониальных империй, так вот есть общий мировой гегемот. И мы, по сути, боремся за независимость, за признание себя достойными разговорами и в чем-то равными. То есть мы повышаем сессунас, война за независимость от Запада. И то, что происходит на территории северо-морка Черноморья, оно имеет опосредованное значение. То есть этим все не закончится. Сейчас заканчиваются военные действия. Кто-то отменяет санкции, ограничения, кто-то перестает торгово-экономическую войну против России. Нет, она никуда не денется. В ближайшие годы это будет продолжаться. 24-25 год, когда, собственно, происходит ослабление Запада и происходит перенос основного внимания на Юго-Восточную Азию к Китаю, вот этот весь период до этого момента, это будет противостояние. И от того, что военные действия закончатся, легче нам не станет. По нам будут бить. Но если сейчас какой-то происходит удар в рабах экономической войны, мы можем ответить на поле боя, полетели ракеты, и все, по крайней мере, понимают, что мы воюем. Что мы не успокоились, мы не сдались, мы не ищем попытки достигнуть какого-то компромисса. А тогда этого не будет. По нам ударили, мы молчим. По нам экономически ударили, мы не можем ударить соответствующее. Мы находимся в рамках экономической войны. Эта война именно высадить, выдержать, добиться, когда у них исчезнут ресурсы и по нам бить. Собственно говоря, в рамках распада мира, то есть мы, по сути, первые, кто влагнувся из мира. В свое время я это еще в году, в 2018-м, все эти процессы описывал, и в статье, и в книге. Вот первую книжку можете у нас вообще в интернете, Андрей Школьников книга в интернете, скачать. И вот первую книгу, там вот первый занят, но в два раза меньше, вот его можно скачать. То есть я тогда уже прописывал, как это, что будет происходить, у кого какая логика. И вот мы сейчас на вот этом гребне распадающегося мира пытаемся найти себя. Военные действия на Украине, Новороссии и прочее, все они при челоморье. Ну, друзья, это оперативный уровень. Не просто так называется специальная военная операция. Есть стратегический уровень, оперативный уровень, тактический уровень. Вот стратегический уровень, когда торгово-экономическая война с Западом. Оперативный уровень военных действий. Все. Ну, если говорить о торгово-экономической войне, хорошо. Каковы шансы, скажем так, у сторон? Потому как, ну, я помню, опять же, вот как в самом начале, когда вот пошли пакет за пакетом, санкции, санкции, этих санкций, санкций, санкций. И вы тогда очень так интересно разложили, что вот у них, они все выдали, а что дальше, не знают. А плана «Б» нет. Да, и так, типа, и, мол, так экономические войны не ведут. Надо бы один пакет чуть-чуть повозить немножко. Потом, а вот вам второй. Ко второму привыкли, а вот вам третий. Тут вышло вот так. Да, торгово-экономические уровни по-другому здесь, конечно, да. Ну, ввиду того, что у России все-таки, я в первую очередь имею в виду природные ресурсы, природных ресурсов гораздо больше, чем, наверное, если даже собрать всех противников вместе, то кто тут кого? Не играет. Или природные они играют? Ну, за Ира, Конго, природных ресурсов очень много. И что? Я имею в несколько тысяч территория, где, в принципе, любой племенной вождь может заявить о сепаратизме и ничего. Есть большая Латинская Америка. Если мы, например, откроем Мексику, откроем, страна сильная, мощная, в топ-20 стран по экономике входит. А наберите карту картелей Мексики. И вы удивитесь, мексиканская территория, правительство контролирует очень небольшую территорию. В остальных местах это картели. Это племенные какие-то организации, общины, кто только угодно. Можно посмотреть армию Мексики. Да, больше 200 тысяч человек. Вроде мощная армия. А сколько у Мексики танков и боевых, и автолетов боевых, нетранспортных? Ноль. Вся мексиканская армия – это люди на тачанках. Но о чем мы говорим? С одной стороны, картели на тачанках с автоматами, с другой стороны, такие же. Вот и нету никакой независимости, нет мощности. И в современном мире это критично. Мы можем взять, просуммировать экономики всех ведущих стран. Мы получим экономику, которая на порядок. Даже на полторную, раз в 15, наверное, даже, не в 10, даже больше, чем на порядок, превышает экономику России. Но прошло полтора года, и они ничего не могут сделать с Россией. Логика торгово-экономических войн – это логика загонной охоты. Это не удар, не концентрация сил. Это гнать зверя, заставлять его расходовать ресурсы, направляя его в нужное направление. То есть все время ставить перед выбором, между плохим и очень плохим. Он выбирает плохое, и его гнать дальше. А Россия поступила хитро. Когда ее начали загонять, Россия пошла, выбрала очень плохое, но другое. Мы прыгнули за флажки. И мы периодически сейчас прыгаем за флажки. То есть они только настроились, только, называется, выстроили, куда нас гнать, представляющую часть коферных. А мы взяли и ушли в перпендикуляр, сломали игру. Собственно говоря, то, что произошло в феврале 2022 года, это слом игры. Они рассчитывали на то, что мы остановимся, замедлим, быстро начинается атака. Мы сейчас помочь, можем посмотреть, какая это была подготовка с той стороны, что за армия была. Которая именно, вот не которая сейчас там по стандартам НАТО, а изначальная армия, которая к середине 2022 года пристала существовать, но она была. Это было очень серьезно. И она просто забирает ЛДНР, и дальше что делать? А дальше Россия не успевает. И Россия говорит, ну подойдите, ну вот Крыму пока не будем. Пока не будем. То есть вот этот вот загонный вариант из серии, а потом Крым, а потом еще что-то такое начинается. И Россия, сделав как раз жесткий шаг, просто прыгнула за флажки. И ушла. И теперь попробую, называется, выстраивай заново. И оказалось, что англосаксы утратили искусство ведения экономических войн. То есть то, что, как они делали предыдущие десятилетия, как это было сделано, это была эмоция, это были непонимания. Но вместо загонной охоты они уволили все. Как нужно было? Мы это сейчас можем обсуждать, поскольку картинка уже изменилась. Нужно было всего лишь объявлять, не вводятся санкции против всего долга, против каких-то отдельных элементов. И следующие 4-6 месяцев Россия всякими бумажками, бракотически пытается вводить часть этого долга. Вся страна на это заточена. Вся система финансовая, ее постоянно качает. Новость то в плюс, то в минус. В итоге процентов 10 спасается, все остальное рушится, а резервов уже нет никаких. И время потрачено. Не нужно закрывать все порты в Европе. Закрываются порты, например, в Западной Европе. И мы начинаем перестраивать всю логистику через прибалтийские порты. А потом они берут и закрываются. Через полгода, когда все настроено. И вот такими способами можно было фактически вытянуть все резервы. А сейчас система сформирована. Мы видим, что будет сделано. Больше ничего сделать нельзя. Фактически после первых трех недель санкции распаковывались. Ничего нового, серьезного не было. Добавляли компании в списки, добавляли людей. Пытались поймать схемы обхода. Но ничего кардинального не делалось. И это резкое нарушение. Близк-крик в торгово-экономической войне это 9 месяцев или 2-2,5 года. Первый близк-крик 9 месяцев это разрушение текущих операций. То есть это вот в 2014 году значительно было половину вот этих ограничений вести. И экономика бы стала через 9 месяцев. Мы бы сами сдались. Потому что ничего не производится. У нас по продуктам питания десятки процентов было все экспортное. Просто еды бы не было. У нас в принципе ничего не было. 9 месяцев первый торгово-экономический близк-крик 8 месяцев. Мы его прошли. Красиво прошли. Без осудных проблем. Очень быстро настроили. Поскольку страны не западные, нас поддержали. Следующий близк-крик торгово-экономической войны. Второй, который возможно. Это 2-2,5 года. Первый полугодие 2024 года. Это разрушение производства комплекса. Условно говоря, поставка запчастей, комплектующих, нового оборудования. Мы его тоже проходим. Причем проходим без особых сложностей. По причине того, что из-за чудной политики западных стран нам не поставлялось самое последнее новейшее оборудование. Мы всегда использовали поколение на 1-2 поколения старше. Нам другого не поставлялось. А оборудование на 1-2 поколения старше, оно производится по всему миру. Локализуется в развивающих странах, не западных. Да, и взять можно где угодно. Мы можем сами освоить. И все. И получается, что мы переходим в торгово-экономическую войну на длинный срок, длинные периоды, которые, собственно говоря, а там у Запада проблемы. У них собственность здесь не очень ограничен. То есть у них шансов практически... У них идет мировая катастрофа. То есть куча кризисов собирается в единую катастрофу и будет разрушение. То есть мир ПАКС-американ нарушится. Мир глобальный, построенный на финансовых связях, разрушается. Инклюзивный капитализм, глобальное потепление, борьба с симполитической экологией, обрытая медицина. Эта попытка была перестроить глобальный мир, потому что старый умирает. В рамках старого мира, если бы он остался, то Китай через 10 лет стал первым гегемоном. Китай этого и хочет. Но он говорит, нет, мы забыли про это. А нового мира не собрать не могут. И он фрагментируется. У нас уже сейчас, если брать метрополия, полупериферия, периферия... На ПМФе, последним, как я говорю, и выступала в картинке, рисовала метоз клеток, разделение, что ядрой делится на части. Потом, понимаешь, ситуация неустойчивая, нужно делить и полупериферию на части. А может быть и дальше пойдем до периферии. Но, скорее всего, остановимся на полупериферии. То есть у нас даже многополярный мир мы не сможем построить. Мы проскочим многополярный мир, где-то в году 27-му станет понятно, что глобализм уже не удерживается никак, все поймут. И будут пытаться сейчас борьба идет между парадигмой глобального мира на новых принципах и многополярного мира. А где-то в районе 27-го года начнется борьба между многополярным миром и миром панрегионов большим. То есть это вот такая вот ситуация будет. И это будет другой мир. И очень интересно окажется, что те, например, кто сейчас поддерживает глобальный мир, они будут поддерживать не многополярный мир, а сам не поддерживать мир панрегионов. Ну, условно говоря, той же Британии ей не выгоден многополярный мир. Ей выгоден или глобальный мир, где они любимая жена глобалистов, или распад на большие панрегионы, где они могут себе кусок выгрызть. А для, ну, например, арабских стран многополярный мир очень вкусный. У них много... А мир панрегионов, они прощаются в дикие земли, им это не надо. И они перестают поддерживать нашу любви. То есть, и мы вот в этом направлении движемся. Ну, британцы, видите, они уже сейчас, по-моему, пытаются себе вот этот вот регион каким-то образом отвоевать. И там в центре их интересов Польша, как, ну, как во всяком случае, видится со стороны. Польша интереснее. Польша является красивой обманкой. Реально Британии нужна будет западная Европа, ну, там, Франция, Испания, Скандинавия, Северная Европа, Скандинавия, Бенилюкс. Им вот эта территория будет нужна для ограбления. Польша нужна им для другого. Польша, как и Турция, это элемент дестабилизации на континенте. Польша рассказывает про необходимость строить Троеморье, называется, от Межида Мира, от моря до моря. Турция рассказывает о необходимости Тюркского Гаганата, Тюркской империи, Османской империи и другие сказки. Но за несколько дней, по-моему, вот лист раз, за несколько дней до оставки, будучи в Италии, ну, или Борис Джонсон, вот тоже как-то, вот там за несколько дней, практически, будучи в Италии, начали рассказывать итальянцам о необходимости возрождения Римской империи. Что вот туда, вот и Ближний Восток, и Север Африки войнут, и куча каких-то вот таких вот еще странных фраз. Зачем это делается? Ну, потому что Евросоюз построен очень интересно. Он импотентен и не может принимать серьезных решений. Любое решение требует консенсуса, договоренности. А если две проблемы, это нерешаемая задача. Вот Британия подкидывает Евросоюзу проблемы. Вместо того, чтобы проводить единую политику франко-германского центра, там, для Германии, другие, они подсказывают местным странам периферии, а вы начнете, займитесь своим чем-нибудь. И в итоге Евросоюз начинает тратить время на то, чтобы польские амбиции куда-нибудь запихнуть, чтобы они не мешали, не отсвечивали. А куда? Вопрос. А вот именно. И Европа ничего сделать не может. Вместо того, чтобы Европа, Брюссель спрашивают, друзья, вы тут с вами подписали сделку о выходе, о Брекзите. Там много чего интересного. И вы ничего этого не делаете. То есть Европа вынуждена выяснять, что у нее делается на восточной границе. Она вынуждена пытаться что-то с этим бардаком делать. Плюс мы понимаем, что это волны оружия. Это внутренняя социальная катастрофа. Вот сейчас принимают в Германии изменения в законодательстве по социальным выплатам. То есть они убирают, если раньше детей выплачивали выплаты всем, сейчас они убирают выплаты тем, собственно говоря, кто выше какого-то дохода. Мы понимаем, что это принимается на уровне закона, а потом начинают потихонечку регулироваться и пускать вниз. То есть создаются механизмы. То есть уже в Германии не хватает денег на социал. И таких элементов много. Французские события мы наблюдали. Фактически они попытались чуть-чуть урезать. Сначала они попытались урезать социалку и вышли в желтые жилеты и ничего не добились. А потом они сделали немножко неправильную политику и вышли в него варвары из городов. Которые 2-3 поколения живут в городах, которые ничем не занимаются. Которые четко знают, что 3 ребенка в семье, ему можно не работать. Они не работают в жизни ни дня. И вот это вот все живет на пособиях. И вот им чуть-чуть только начинают жевать. И они тут же выходят и объясняют, что если вы попробуете сделать, они выйдут по жесткому. И они здесь будут власть. И их начинают поддерживать разные политические силы. Которые, исходя из текущих конъюнктурных политических, избирательных процессов, начинают рушить свою страну. Но сейчас, соответственно, это все потихоньку будет нарастать. То есть 2024-2025 год. Это из кризиса перейдет в социально-экономический кризис сначала. А потом в социально-экономическую катастрофу. И вот этот период времени, который сжимается, когда возможностей нет. Они занимаются чем-то знает чем. Они вместо того, чтобы строить интервью, занимаются больше. Ее амбиции. Ну да. Ну, Украина живет за их счет. Давайте так тоже. Да, Соединенные Штаты очень интересно. Они замечательно обещают много поддержки. В целом пообещали, показывают листья. И начинают пинать страны Европы и других союзников на серию. Вот мы пообещали, вы давайте столько же. А потом, когда все собирают перечень того, что будет, они себя вычеркивают из серии. А мы потом через сколько-то лет как-нибудь в особом порядке. А вы делаете. Вы же пообещали. Вот мы сделали самое святое. Мы Джо Байдена отправили на поезды в Киев. Нам не страшно. А вы поддерживаете деньгами. Почему вы должны поддерживать деньгами? Американские новоплательщики, европейские новоплательщики не хотят. Вот и начинается цирк. Ну, я думаю, что он еще и продолжится. Особенно вот недавнее высказывание кандидата на сегодняшний момент президента Трампа, где он, собственно, пообещал, что будет с европейских стран-то спрашивать. Мол, ребят, мы тут вот смотрите, какие цифры, а вы что-то плохо там помогаете. Мы помогли больше, поэтому давайте-ка нам все это возвращать. Ну, то есть, вот это он уже обещает своим избирателям. Понятно, что там, скорее всего, это предвыборная риторика, но само появление таких мыслей, оно тоже, в общем-то, не на ровном месте появляется. Когда тебе плохо, когда тяжело найти того, кому хорошо сделать его виновным, особенно если на него можно что-то взять, милое дело, мы помним 30-е годы на континенте, когда были проблемы в экономике практически во всех странах европейских, чисто европейских, по-моему, Советский Союз, ну, по сути, кроме Франции и Чехословакии были такие в той или иной степени фашистские режимы. Где-то мягче, где-то больше. И они везде искали врагов вовне. Ну, а что бы сейчас и найти врагов? Это же так легко и приятно объявить кого-то врагом, особенно если у него что-то еще взять можно. Он еще может и откупиться от этого. Да, конечно, Тарам, как человек эмоционально ориентированный, говорят, они все должны верить. И тут не важно, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Поэтому, ну, придумать оправдание, правильно считать. Тут Польша выставила на больше, чем триллион евро счет Германии. Ну, как бы так, в последние недели про это забыли, и на Поляке не забыли. Ну, счет-то никуда не делся. Ну, они могут что угодно выставлять, конечно. Ну, это да. Это все комично, смешно. Но сам факт того, что, как говорится, Поляке столько лет были нашими союзниками, вот те мучаетесь вы, теперь они ваши союзники. Вот это оттуда. Ну, это их проблема называется. Конечно, когда сильный игрок слабеет, тут же выясняется, что многие из его якобы друзей и союзников на самом деле абсолютно имеют свои взгляды и начинают мстить. Почему? Да. Польша беспокоит. И беспокоит-то тем, помимо того, что мы уже обсудили, очень милитаризованная становится страна, и постоянно идут сообщения о том, что перебрасываются. Вот буквально на днях было еще, они перебрасывают дополнительные войска к своей восточной границе, то есть к нашей западной. Тут же все рядом. Тут ЧВК «Вагнер» появился в Беларуси. Ну, это как бы уже не новость. Ну, люди занимаются тем, что передают опыт, назовем это так, нашим военнослужащим белорусским, которые боевого опыта не имеют. Где-то и слава богу, но с точки зрения подготовки, это, конечно, бесценный опыт. Ну, и Польша любой предлог использует, чтобы, как только новость об этом прозвучала, что «Вагнер» появится в Беларуси, поляки первым делом заявили, что мы будем снова укреплять свою восточную границу. Куда уж больше ее укреплять-то, ребят? И так-то мы ее сделали, там уже мимо солдата не пройдешь. И вот это беспокоит. Ну, по Польше нужно разделять информационную накачку реальность. Собственно говоря, это... Я, честно говоря, думал, что в какой-то момент они посчитают баланс, зафиксируют некую линию и дальше начнут в информационном пространстве накачивать армию Европы, делать из нее якобы непобедимую, ну, по рассказам. Вот поляки пытаются сделать то же самое. Их чистость практически не меняется. То есть там количество людей, ушедших в отставку, мы понимаем, как отпускники уехали, отставники уехавшие или повоевать чуть восточнее, оно, скажем так, значимо. Причем это самые боевые, самые опытные, и они обратно не возвращаются. Смирность высокая. Чистость не увеличивается. Техники больше не становятся. Да, они законтрак... Если мы посмотрим все их программы, то они законтрактованы, рассчитаны года до 30-го. То есть фактически вместо того, чтобы сейчас запустить ВПК на Западе, вот я искренне ждал, когда началось, я делал, когда расклады, я исходил из того, что к середине 23-го года ВПК на Западе, США в первую очередь, там все остальные, будут раскочегарить, запущены, и, собственно говоря, будет восполнение идти. Но даже близко этого не происходит. А почему? А потому что только бизнес и ничего личного. Вот представьте себе, у вас есть завод ВПК, который выпускает 100 единиц продукции. С рентабельностью замечательные. Десятки процентов. Вы долгие десятилетия работали, чтобы была такая рентабельность. Рентабельность. Бюджет Соединенных Штатов, там, миллиардов, под 800, наверное, уже где-то вот в районе, вот так вот, военный бюджет, который мы видим, это куда-то все расходуется. На этих программах кто-то сидит. И тут вам приходят, говорят, знаете, надо выпускать в 10 раз больше. И вы понимаете, что бюджет у США в 5 раз не увеличится. Ну просто некуда. Там свои проблемы экономические. Значит, надо ужиматься в норме прибыли, соответственно. Начинаем снижать норму прибыли. Начинаем наводить порядок. И фактически на Западе появляется свой гособоронзаказ и своя счетная палата, которая начинает ездить и объяснять, что, дорогие друзья, вот рентабельность в пару процентов – это максимум, который у вас может быть. А теперь вот на эти вот деньги вы должны еще не просто взять вот мощности, которые у вас есть, и добавить еще одну смену, причем ее еще не получится, говорят, людей нет. Ну просто людей подготовки нет, и все, кто мог, ушли на пенсию. Вы должны создать несколько новых заводов, запустить их, найти людей, подготовить. То есть это громадная мобилизация утренние, проблемы, проекты, которые нужно решать. А если не решаешь, у тебя начинает все слетать, норма рентабельности у тебя падает, у тебя объемы выручки растут, но не в 5 раз, например, а в 3 раза, потому что у тебя все оптимизировано должно стать. Дальше тебя начинают бить за нарушение всех сроков, причем так, чтобы, ну, если что-то тебя сжарит, начинает счетная палата. То есть как бы так никуда она не делась, там свой вариант. И ты понимаешь, зачем тебе все это. И ты берешь те объемы, которые есть, продлеваешь их сроки, контрактацию на ближайшие 5 лет, расписываешь 10 лет, и все. И у тебя замечательно, и у тебя с учением капитализации стоимость своей компании увеличивается. У тебя же контракты есть. А если ты уменьшаешь, да, у тебя происходит вскрытие выручки, но прибыли у тебя становится даже меньше. Ты выпускаешь в 5-7 раз больше, а прибыли меньше, чем было. Она уходит на уровень минимальный, ее тебя ужимают, у тебя там постоянно аудиторы разные начинают проверять. И капитализация твоя уменьшается. Плюс в эту капитализацию закладывается то, что через какое-то время у тебя объемы упадут, а к старой рентабельности ты будешь возвращаться десятилетиями. Ты опять будешь все эти танцы с бомбом, с тендерами, с изменением нормативов делать. Это не делается быстро, тебя только ужали. И получается, что ты должен из патриотических чувств запустить в ОПК, пойти на кучу проблем, потерять множество денег, получить проблему перспективу. И вот и зачем? И все военно-промышленное лобби делает все угодно, только бы не было уминивации. Может вырасти в два раза, хорошо, на текущих мощностях. Как только начинается разговор о том, что мощность нужно увеличить, все. И они до сих пор не запустили. Соответственно, если они сейчас что-то начнут делать, то, к 2025 году мы увидим. Но они не начинают. Последний шабаш НАТО, там не было разговора о быстром запуске ВПК. Всех все устраивает. Когда говорят, что 300 тысяч, мы каждый раз пересыпем, цифры разные, военных НАТО будут перемещены в Восточную Европу. Ребята, откуда они возьмутся? Хоть одна из стран НАТО запустила программу по дополнительному набору десятков, сотен тысяч людей? Нет. Польша заявила, Польша призвала на выходные, люди приняли присягу и все. Ну, чтобы, если что, они не разбегались, чтобы говорить, мы понимаем, под какие вещи это делается. Но это не увеличение армии. Да, Польша говорит, мы сейчас со 100, там, 40 с чем-то тысяч, увеличим до 200, 300, и далее, там, 400. Но под это нужно учебное заведение, нужно воспитать младший военный командирский состав, они должны пройти через училище, и под это уже тогда можно получить, но это лет 5-7 минимум, хорошо 10-15. Вот, да, речь и прошла информация о Северном Причарамуре. Там начали, разрешили присылать эфицировские звания людям без высшего образования. Не военного образования, просто высшего образования. То есть, это уровень, грубо говоря, деградации, то есть, выбито все, кто только можно. Вот нужен офицерский состав. Если его нет, значит, он не будет. И когда говорят о том, что сейчас будут добавлены войска, да, они с одного места перенесутся в другое. Плюс армия, это же не только люди, которые готовы побежать в бой. Это куча охранников обычных, по сути, вот это функция охраны, они там сидят. Это функции каких-то обслуживающих персонала, вахтеры, каптеры, складовики, это все есть. Их не может быть, называется, много. Поэтому реально боевых частей не так и много. Плюс опыт, плюс знания. И от того, что они перетинут, тричкин кафтан, перечьют из одного в другого, теплее не станет. А нету кардинальных, нету планов по наращиванию ВПК, нету планов по реальному вничению кратному армии. Поэтому пока все, что происходит, мы сдвигаем на полтора года, раньше, через полтора года эти ребята не будут к чему-то серьезному готовы. Они даже начинали еще. Ну так, я так думаю, тогда они где-то должны уже искать и мира. Они, в первую очередь. А им, в принципе, для того, чтобы иметь, достаточно отодвинуть свое внимание, переключиться на любую другую повестку информационную. Ну, убираем из новостей, убираем из повестки, какой-нибудь большой бунт проходит, вулкан, катастрофа, взрыв, вот все, что угодно, вот может быть, вот это вот. Переключились все туда, забыли про происходящее в Восточной Европе, а потом не вспомнили. И все. У них-то да, но у нас-то нет, так не прокатит. Мы-то все равно никуда не денемся. Даже если какой-то вулкан действительно что-то серьезное произойдет на планете. Границы Первой мировой войны, фронтов, во время окончания войны были очень интересны. Боевых действий на территории Германии не велось. Они все были, они были вовне. Но Германия прекратила. Потому что стало понятно, что больше дальше невозможно. Достаточно просто перекрыть поставку вооружения, техники, боеприпасов, ГСМ и прочее по списку на пару недель. И окажется, что все. Там прямоточный котел. Там нет своего ПК, не своего воспроизводства, ремонтных баз нет. А если нет, то о чем мы говорим. А дальше это будет просто время потихоньку рассыпаться, уходить. Дальше они будут отползать на запад, оставляя разрушенные территории, выносить все, что только можно. подрывая все мосты, плотины, заводы и так далее. Делать дикие земли и отползать туда. Ну вот, после последних ударов в Личевске, Одессе, в Николаеве, ну, как шутка, конечно, прозвучала такая. И поздравляем, еще одной сухопутной державой в мире стало больше. Понятное дело, что шутка, но, как говорится, в каждой шутке лишь доля шутки. Процесс он необратим, вот этого всего отползания. И многие говорят о том, что, ну, то, что сейчас, допустим, территориально происходит, да, наверное, это неплохо для России, в первую очередь, но без того, чтобы забрать выход к морю и с выходом туда, на Приднестровье, то есть, это все будет не закончено. Речь сейчас идет о том, что, если говорить, территориально, во-первых, процессы необратимы, и процессы необратимы стали после того, как стамбульские соглашения по давлениям англосаксов были убраны, они стали необратимы дальше. То есть все. А дальше начались мясорубки, дальше началось то есть размен один на десяти, человек десять на одного размен, и, по сути, сейчас мы имеем демографический крах, то есть даже не катастрофы, но кризис, катастрофа, следующий катаклизм или крах. Мы имеем крах. То есть если мы посмотрим на полувозрастную структуру Украины текущую, сейчас какая есть, да, понятно, там много кто-чего рисует, но если смотреть по потреблению продуктов, это еще до начала, там 19-20 год, то там на той территории было от 24 до 25 миллионов. Потребление хлеба, соли, то есть ну как бы вот этих вещей, которых много не съешь, которые более-менее стабильно, понятно, как делают, действуют, оно вот в таком вот виде. Сейчас ситуация такова, что там и так демографическая яма была в возрасте 18-45, а сейчас практически вот все, кто там был или мобилизованы, погибли по большей части, там страшная же цифра, или удрали, а женщину удрали. И получается общество, где есть старики, где есть немножко детей, вообще ничего нет. То есть это общество, которое не возродится. И люди сейчас мягко на Западе начали видеть, что половина из уехавших не вернется, больше не вернется. Если возвращаться вот в это вот, они пристраиваются, они устраиваются, они начинают где-то работать, детей в школу отправляют, кто вывез, и они не хотят, они не смогут вернуться. И мы получаем, что что бы ни произошло, это крах. То есть точки невозврата пройдены, причем пройдены давно. И фактически, время России не требует занятий каких-то территорий, а там все уже. То есть это дикое поле, которое продвигается, продвигаться и идем. Плюс мы не воюем с Украиной, мы воюем с Западом. Украина – это поле битвы, которое не повезло, которое бегает туда-сюда, осланы. Вот президент Беларуси вот часто, особенно когда ездит по регионам, чиновникам говорит, ребят, все идет изнутри. Вот если мы сейчас здесь завалим простые вещи, посевную, уборочную, то есть то, чем кормить людей. Вот что их одевать и так далее. Если ничего не будет, люди будут недовольны, вот тогда, вот тогда будет плохо. Если все это будем как-то внутри себя удерживать, то в принципе и можно говорить о какой-то стабильности. А в противном случае, а на Украине, ну, с момента развала Советского Союза, я не знаю, конечно, где там была государственная власть. Но она как бы была, но именно с приставкой «как бы». И это даже не мои слова, это людей оттуда, которые все... В Украине есть два замечательных произведения. Еще как-то, где произведения много, но вспоминается, конечно, «Собачье сердце», «Разруха» не в плозетах, а в головах. А потом у нас есть как раз про эпоху, про Киев. Замечательный спектакль «Филоггенитурбедыф». Все шикарно, замечательно показаны, ребята. Причем, мы можем вспомнить по поводу «Помогли тебе сынок твоей ляхи», мы можем вспомнить «Белую гвардию». Ну, о чем мы можем вспомнить? Ну, история повторяется, ризики бросят. То есть, ну, вроде бы все понятно, но нет, каждый раз вот одно и то же. То есть, тут была попытка. Украине надо было, у нее был замечательный шанс в начале 90-х начать строить второе русское государство. Не Россию, не потом анти-Россию, а второе русское государство. Не придумывать древних украфов. Говорит, есть два русских государства, есть два немецких государства. Австрия была и Пруссия. Да, соответственно, как бы там существовали. И вариантов много можно сделать. И было бы из единого корня вышли, замечательно бы. Это была бы конкуренция. Сейчас бы нам было тяжело. Поскольку тогда бы Россия в свой пан-регион собрать с расточной перспективой бы не смогла, потому что мы не не смогли бы ужиться слишком амбиций и высоте. То есть, ну, как бы, так рядом взять можно, но вместе пообединиться не получилось бы. Одна, называется, условно, там, древнерус... Оба бы шли от древнерусского государства, оба бы строили. Украина на выходе из Советского Союза была 10-12 экономика мира. У нее был замечательно выстроенный кластер 4-го технологического уклада. Вот верхний его уровень только-только при заводе модернизации закончена. Каменный уголь, металлургия, машиностроение, это богатейшая страна. Это богатейшая страна, да. Нефтехимия, ракеты, ВПК, авиастроение, это все было. Но выход к морю, опять же, да. У них был ядерное оружие, которое, грубо говоря, можно было всего лишь несколько месяцев отказываться его вводить, и все бы это признали, но нельзя не признать такое, то есть, как бы, вот вариант, нужно было просто вот немного национального мышления, немного элиты, не местечковой, хуторской, а немного элитного мышления, и не нашлось. Не нашлось даже нескольких людей пассионарных, которые начали думать о будущем, о долгах, а не пытаться набить себе карманы. Ну вот и получилось, то, что получилось, они потеряли свой шанс, они, по сути, от него отказались, а дальше это была логика, понятно, в 90-е годы они, по НРС, жили лучше, чем в России, и у них осталось у многих, что в России, как у нас, только немного хуже. Если все хуже, 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 Россия после 2014 года, по сути, развернулась, и началась рост субъектности, усиление, то есть переработка, а они начинали падать, падать, падать еще дальше. И закончилось все, как закончилось. То есть мы наблюдаем абсолютно понятный крах по всем направлениям, то есть превращение в страну уровня Африки. И никто не скажет, что, ребят, ну давайте так, к вам относились по-братски. Россия долгое время психологически воспринимала вас как своих, а вы этим пользовались. От себя забирали, давали вам. То есть как единая семья. То есть в семье всегда делится, не думается, братья, сестры, мамы, кому нужнее право в семье. Но извините, когда дети вырастают, и они образуют свои семьи, это исчезает. Вот Украина жила по принципу, она отделилась и живет отдельной семьей. А Россия продолжала воспринимать ее как общую семью. И Украина этим пользовалась, вытягивая, забирая. А потом когда стал вопрос, а как? А вот не так. А манипуляции перестали работать. Рассказали о том, что мы мужи родственники, а вы что делаете, что мы родственники? Где обратная реакция? Почему это односторонняя игра? Печальная, конечно, история. Да, будем смотреть за развитием событий. Трагические события, драматичные, кровавые. Спасибо вам, Андрей Юрьевич, за этот разговор. Да, всего доброго, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова